Мой край родное при Ишимье. Акцию под таким названием специалисты областного историко-краеведческого музея провели в лагере «Золотая осень». Они рассказали детям о развитии техники в каменном веке, истории региона. Репортаж Кристины Горбаченко. В лагере «Золотая осень» отдыхает 107 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они проводят здесь все лето. Гости у ребят бывают часто. В этот раз приехали работники историко-краеведческого музея. Каждый человек должен знать не только историю своей семьи, но и улицы, где он живет, города, области и районов. Вот что означает привить любовь к родине. Детей разделили на три группы. Девочкам рассказывают тайны старого сундука. Мальчишкам – развитие техники в каменном веке. Работники музея раскрывают интересные факты. Например, что самое древнее поселение в Казахстане находится на юге. Там человек появился миллион лет назад, а в нашей области всего 40 тысяч лет назад. Большой интерес у мальчишек вызвали предметы быта древнего человека. Вот такие стамески делали жители поселения Батай. Вот мы сделали копию и сейчас покажем, какой это крепкий материал. Вот современная стамеска. Обратите внимание, что изменилось. Рукоятка есть? Есть. А еще они сами смогли поработать костяной стамеской. Также дети добывали искру из камня, а еще и зерна делали муку. В соседнем зале девочкам рассказали о предметах быта, которыми пользовались женщины в обиходе столетия назад. Интерактивная программа детям понравилась. Мы узнали, что были такие орудия труда, как мотыга, лопата, молоток. Я сегодня точил дерево, гостяной стамеской. Было интересно. Для этого надо было приложить силе. Нам там показывали интересные духи с 20-х веков. Мы даже почувствовали их ароматы. Как-то интересно было. В игры играли, всякие шкатулки показывали нам, древние казахские орнаменты, с чего они били, кушали. Акция «Мой край родной при Ишиме» уже прошла в нескольких детских лагерях. Работники музея обещают выезжать с такой познавательной программой как можно чаще. Кристина Горбаченко, Желдозбек, Ермуканов. Новости МТРК.